Металлург По справедливости, то с такой игрой в обороне мы, конечно, не имеем права даже рассчитывать на то, чтобы добиваться каких-то результатов. Притом это полная анархия, нарушение всяких элементарных законов игровой дисциплины. Стоит сказать, что Иштван Секич серьезно поработал над порядком в защитных линиях красноярцев. И оборона Металлурга, несмотря на промахи в двух-трех матчах сезона, в целом произвела весьма благоприятное впечатление. Геннадий Жилкин явных промахов не допускал, но и не блистал. Несколько раз выручил на выезде. Наша оценка за сезон 6 баллов по 10-ти бальной шкале. Роман Шаронов в воплощении надежности и стабильности. Практически безошибочно действовал на позиции Либера. Стал лучшим пенальтистом зоны. 8 баллов. Павел Терешонок провел свой лучший сезон. Активно подключался к атакам и забил 5 голов. 7 баллов. Андрей Симонов был полезен в меру своих способностей. 6 баллов с учетом явного артистического дарования. Игорь Банщиков отыграл очень прилично. Был активен по всему полю. Несколько раз отметился неплохими дальними ударами. 6,5 баллов. В первом круге, исправно привозя очки с выезда, Металург также исправно терял их дома. Особенно удручила игра с силенгой. Полное преимущество красноярцев, приводившее в лучшем случае к розыгрышам бесчисленных угловых, неожиданно обернулось двумя мячами ворота нашего кипера Жилкина. Досадно необъяснимое поражение, безликая игра нападения Металурга и весьма туманное на тот момент будущее. Ведь отставание от лидера Чкаловца росло как на дрожжах. Постепенно за Металургом стал закрепляться статус выездной команды. После очередных успехов в гостях красноярцы провели еще две тусклых и скучных игры в родных пенатах. Сначала отыграли по нулям секс перволиговой Зарей, затем по разу обменялись голами с тогдашним фаворитом Чкаловцем. Чемпионат приближался к экватору, а Металург все никак не мог найти своей единственной и неповторимой игры. Найдет Металург свою игру когда-нибудь? Я думаю, да. Сейчас у нас тяжелое время. Я думаю, что мы найдем нашу игру. Я думаю, что найдет, естественно. Главное сейчас вот эти очки свои брать, правда у нас не очень получается, а игра, я думаю, она придет в команде. Слова наших футболистов с делом не разошлись. Именно после встречи с очкаловцем Металург стал обретать наконец свое узнаваемое и вполне симпатичное лицо. У красноярцев стали получаться осмысленные комбинации. Прежде всего, благодаря появлению отличного диспетчера. Выздоровевший Александр Алферов стал без преувеличения мозгом команды, связав воедино все игровые линии Металурга. Возвращение в состав 37-летнего Алферова получше любого герболайфа вернуло стройность игре полузащиты алюминиевой дружины. Матчи второго круга и внесли основную лепту в совокупную оценку действий нашей средней линии. Юрий Новик стал одним из лидеров клуба, отличался мобильностью и настроем на борьбу. Забил ряд решающих голов. 7 баллов. Александр Алферов. Прекрасное видение поля, высокая культура пасса, потрясающая работоспособность, огромный опыт. 8,5 баллов. Евгений Алякринский. Провел первый сезон в команде, сразу пробился в основу и там не затерялся. 6 баллов. Юрий Солодков. Играл не так много, как прежде, очень старался, помог своим опытом. 6 баллов. Николай Котовец. Стабильностью не отличался. Яркие игры чередовались с абсолютно серыми. 5,5 баллов. Пусть полузащита будет трижды лучшей, но как показывает международный опыт того же Спартака, даже отличная средняя линия еще не гарант победного результата. Для регулярного пополнения очкового багажа нужны точные завершающие удары. Всю первую половину чемпионата красноярское нападение выпадало из общего и без того не шибко слаженного ансамбля. А в перерыве между кругами руководство «Металурга» попало на глаза Сергей Богданов, который был никому не нужен в своем родном городе Анапе. Молодой футболист с первых игр в новом клубе раскрыл свой огромный потенциал и заострил «Металург» разящим наконечником команды «Копья». Линия нападения красноярцев сформировалась. Вообще когорта наших форвардов оставила в сезоне след, который непросто оценить однозначно. Вадим Белохонов в прекрасной форме подошел к началу сезона, но потом утратил уверенность и частично вернул ее лишь осенью. В целом сезон не удался. 5,5 баллов. Олег Волотек. Травмы помешали раскрыться его явному дарованию. Разыгрался по осени. 6 баллов. Сергей Богданов. Лучший нападающий красноярского футбола за последние лет 10. Редкое голевое чутье плюс прекрасная игра головой. А в результате 13 голов в 14 играх, в том числе один хэт-трик. 8,5 баллов. Гомбардера в красноярском клубе образовалась ключевая связка. Алферов-Богданов, которая своей ярчайшей роли в командной палитре опровергала все мрачные высказывания относительно вдумчивой селекционной работы тренеров Металлурга. Новички, они усилят команду или это пустая трата денег была? Пустая трата. Они вообще-то не очень играют. Это... Ну как вам сказать? У них много навыков. Вернее, мало навыков и много пустой траты беготни. Второй круг Металлург начал очень резво. Однако вскоре пришло и разочарование. Динамо из Барнаула опустило красноярцев с небес на землю. Нанеся Металлургу второе и, как оказалось, последнее домашнее поражение. Такая встряска пошла Металлургу только на пользу. Наша команда выдала затем серию замечательных побед над лидерами, попутно разойдясь нелегким миром в Новосибирске. В этот период красноярский клуб выглядел подобно мощному локомотиву, который было уже не остановить. Да и Чикаловец принялся терять драгоценные очки в матчах с откровенно слабыми командами. Из-за три тура до финиша власть переменилась. Металлург впервые возглавил турнирный пелетон и оставил Чикалде воспоминания о былой самоуверенности. Металлург, они всегда представлялись собой, что боролись за призовые места. Я думаю, эта команда тоже зацепится и будет бороться. Но я думаю, первое место все равно мы займем. Чем увереннее выглядел Металлург, тем шумнее становились его верные поклонники. Причем их шумность неизменно приправлялась живинкой сермяжного юмора и извинкой незлобивого сарказма. Сима! Теперь надежда только на тебя! Голубая луна! Голубая! Металлург чемпион! Я вообще-то не сильно люблю кричать, но вообще я болею лично за Металлург. Металлург! В последнем матче в Кемерово Металлург должен был по крайней мере не проиграть. А ради 400 своих красноярских поклонников, специально приехавших на игру, наши были обязаны побеждать. Кузбасс, для которого эта игра уже ничего не решала, все же дал бой Металлургу. Но в тот вечер Армада Иштарна Секича была непобедима. Конечно же, единственный гол забил золотой мальчик Богданов. И вряд ли в его недолгой пока карьере имеются мячи более важные, чем этот, вновь прописавший Металлург в первом дивизионе. Это чувство словами не передашь. Это нужно ощутить. Вот это ни с чем не сравнимое счастье, радость и вкус этой победы. Металлург доказал, Красноярский умеет достойно играть в футбол при умелой организации дела. Однако без усиления состава в первом дивизионе не выжить. Поговаривают, что будет заменено чуть ли не полкоманды. На первый сбор с Металлургом отправится около десятка новобранцев, большинство из которых – украинские легионеры. А вот сохранение в команде Богданова под большим вопросом. Им серьезно интересуются московские клубы. И уже совершенно точно не будет в Металлурге любимца детворы камерунца Адриена Пахо. Но совсем уж непреложная истина в том, что своим триумфальным сезоном Металлург очень и очень пополнил армию фанатов, которые ради родной команды легко готовы отказаться от маленьких гидрохимических радостей жизни. Как говорится, пепси – это и есть пепси. Ну, пепси нам не надо. Нам надо красивый футбол. Мы всегда болеем за вас. Субтитры создавал DimaTorzok